Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк, и я уже выживал на необитаемых островах и со спиннингом, и с арбалетом, и со строгой. И сегодня снова 24 часа я буду находиться в лесу, который находится у подножья вулкана, недалеко от озера, которое образовалось в кратере этого вулкана. Нужно любой ценой добыть себе еды еще на один день, ведь главная моя задача – выжить. Я думаю, вам очень интересно, что же я буду использовать в эти 24 часа для своего выживания. Давайте я покажу вам, что у меня в рюкзаке. Первое – это мой швейцарский нож. Компактный, но очень функциональный. Конечно же, огниво для разведения костра. Для того, чтобы приготовить много больших крабов одновременно, у местных жителей мне пришлось раздобыть старую алюминиевую кастрюлю, которую сегодня я буду таскать за собой, а также мою самодельную гавайку. Как обычно, мои приключения начинаются с самого утра. На рассвете солнца я отправляюсь на поиски новых приключений. Вчера возле места, где я разбил свой лагерь, ночью мне удалось поймать больших крабов. Половину я приготовил, а половину оставил на сегодня. Так как все крабы остались живыми, для их сохранности мне не понадобится холодильник. И начну свое утро я из хорошего завтрака. Ночью мне удалось найти пару плодов манго. Разрежу его с помощью ножа и выверну наизнанку. Утром достаточно большая влажность и на деревьях очень много улиток. Возьму это себе на заметку. Достану из рюкзака тройку больших крабов, разведу костер и приготовлю их на углях. День будет нелегкий, поэтому дополнительный источник белка мне не помешает. Крабы на углях готовятся очень быстро. Минут 10 и готово. Главное вовремя их переворачивать, чтобы мясо не присохло, а было сочным и нежным. Через 10 минут мои крабы готовы. Выкладываю их на банановый лист и немного перекушу. Этот запах сложно передать словами. Очень вкусно и аппетитно. Погода очень переменчива. Кто пасмурно и моросит небольшой дождик, а буквально через пару минут выходит палящее солнце и невыносимая жара. И использовать свой антимоскитный костюм периодически очень сложно. Несмотря на жару, без костюма здесь никак. Утром очень много москитов. Этот костюм называется Shark Extreme. И ссылку на него я оставлю в описании под видео. А чтобы мясо краба было еще вкуснее, сорву себе пару лаймов и добавлю его сок на мясо краба. Ммм, это очень вкусно. Двигаюсь дальше в сторону водопада. Хочу набрать пресной воды и немного умыться. На своем пути я встречаю знакомые уже мне плоды джекфрукта. И в этот раз они у меня не вызывают большого желания их разрезать и достать. Для меня это очень проблемный фрукт. Еще один джекфрукт. Еще один джекфрукт. А нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это же дуриан. Очень специфический фрукт. Многие его обожают. А многие ненавидят. Из-за его запаха. Но на мой взгляд, этот фрукт достаточно вкусный. А главное, полезен. Также на своем пути я встречал грибы. Но я не знаю этой разновидности. Поэтому их трогать я не буду. Я постепенно спускался к водопаду. Это совсем новая локация. Здесь я еще ранее не был. Вокруг меня высокие пальмы с кокосами. А самое главное, пресная вода. Вода сочилась со всех сторон. Я спустился вниз. В небольшой каньон. Меня окружали скалы и пещеры. Это очень удивительное место. А сам водопад завораживал своей красотой. Вы только посмотрите, как же это красиво. Я двигался вниз по течению. Внимательно всматривая себе под ноги. В надежде поймать еще какую-то рыбу или краба. И передо мной открывается очень красивое место. Вы только посмотрите. Это как в сказке. Да, пожалуй, здесь мне нужно задержаться. Так, еду. Дальше речка сужалась. А на моем пути было очень много паутины и больших пауков. Я решил нужно вернуться и разбить свой лагерь возле этого небольшого водопада. Достану из рюкзака свою деревянную тарелку. Она сделана из ствола пальмы. Также пару плодов манго, которые я нашел прошлой ночью. И часть вонючего дуриана. С помощью ножа разрежу манго на две части. Потом мякоть разрезается вот такими вот кубиками и выворачивается наизнанку. Со второй половинки нужно вырезать большую косточку. И точно так же порезать мякоть кубиками. С дурианом все проще. Он как большой каштан делится на дольки. И плоды выпадают сами. Косточку манго, конечно же, я тоже не оставлю без внимания. Объем всю мякоть. Она очень сладкая и сочная. Дуриан пахнет как какой-то скишший лук. Но на вкус достаточно сладкий фрукт. Просто у него послевкусие очень специфическое. Как будто ты ешь вкусные пельмени, а после них во рту не самый приятный запах. Вот так и с дурианом. А вот манго был очень спелым, сочным и сладким. Кстати, этот фрукт один из моих любимых. Сполосну свой нож и тарелку возле водопада. Еще у меня осталось пару кусочков краба. Их тоже съем. Посмотрите, какая большая клещня. И сколько внутри мяса. Я сделал для себя вывод, что крабы это очень удобная добыча для выживальщика. Так как в живом состоянии их можно сохранить несколько дней. И вам не нужен холодильник. Просто в нужный момент достал краба и приготовил. К примеру, с рыбой так не получится. Помою тарелку и нож и обратно сложу в рюкзак. Фрукты тоже мне позже пригодятся. Нужно обойти эту местность и изучить ее более подробно. Речка сужалась. И я понимал, что рыбалки здесь не будет. Смысла двигаться дальше не было. Но на своем пути я увидел стволы бамбука. Спилил один. И хочу с него сделать небольшую чашку. Тарелка у меня уже есть. А вот чашки не хватает. Для этого использую свой нож. А точнее пилу, которая есть в нем. Хоть она и небольшая, но острая и достаточно эффективная. Вот такая вот небольшая чашка у меня получилась. На обратном пути я нашел огромную пещеру. Вау. Обожаю изучать такие места. Жаль, я не взял с собой фонарь, чтобы посветить и пройти туда глубже. Вот это да. Смотрите, какая пещера. И она дальше идет туда. Возвращаясь к лагерю. Для того, чтобы сварить крабов, мне нужно набрать пресной воды из водопада. Для этого я использую кастрюлю, чтобы быстрее собрать пресную воду, а потом из кастрюли перелить ее в пластиковые бутылки и сложить обратно в рюкзак. Вода из водопада очень чистая. Но так ее пить я не буду. Обязательно нужно будет вскипятить. Вы только посмотрите на этих гигантов. Я очень надеюсь, что сегодня с помощью гавайки мне удастся поймать крабов размером еще больше. А если вам понравилась ловля крабов, обязательно напишите мне в комментарии об этом. Жека, давай еще лови крабов. Немного освежился, набрал крестной воды и двигаюсь дальше. Я уже давненько хочу запустить свой канал на английском языке. Разговаривать на английском я умею, но для того, чтобы подавать свой контент для англоязычной аудитории, нужно делать меньше ошибок и произношение должно быть лучше. А чтобы произношение было лучше, нужно практиковать его с носителями языка. А как я могу это сделать, если я нахожусь в Азии на островах? Я использую сервис по практике английского языка Кэмбли. У Кэмбли 100% репетиторов это носители английского языка. И это не школа. Это просто хорошее место, где люди учатся в форме свободного общения на любую тему. Причем я не привязан к одному репетитору. Каждый день можно общаться с кем-то новым. И есть удобный фильтр преподавателей, например, по произношению. Американском, британском или австралийском. А также есть фильтр по интересам. Например, путешествия, спорт или мода. В этот раз я выбрал репетитора из Австралии. И мы с ним общались на тему путешествий. И как оказалось, он тоже ранее жил в Турции. И так же, как я, владеет этим языком. Сейчас по моему промокоду PANASUK вы можете получить бесплатное 10-минутное занятие. А также 60% скидку в честь Черной Пятницы. Важно, что для пробного занятия не нужно вводить никаких банковских карт. Просто зарегистрировался и общайся. А потом уже, если понравится, можешь оформить подписку. Ссылка будет в описании под видео. И я рекомендую вам попробовать кембли. На обратном пути я встретил небольшой водоем. В котором я заметил, под верхом плавала небольшая теляпия. Я достал свою самодельную рыболовную рогатку и начал охоту. Когда я увидел в воде небольшого карпа Кою, золотистого цвета, я понял, что это водоем частный. И заниматься здесь охотой будет неправильно. День пролетел очень быстро. Солнце зашло за горизонт и наступила ночь. Я вернулся в свой лагерь. Нужно хорошенько подготовиться к ночной охоте на крабов. Но в этот раз я буду использовать гавайку. Забираю рюкзак и гавайку и отправляюсь на поиски. Я знаю, что когда темнеет, крабы вылазят на охоту из своих нор. Я вернулся на то же самое место, где вчера ловил крабов. И буквально через пару минут вижу первую добычу. Очень даже неплохого размера. Гавайкой стрелять в краба нет смысла. Потому что если я не сохраню крабов живыми, мне понадобится холодильник. А на утро они просто испортятся. Поэтому моя задача с помощью гавайки ловить всех крабов, но оставлять в живых. Свою добычу я буду складывать в рюкзак. А позже переложу в бумажный пакет. Двигаюсь дальше. И снова нахожу плоды манго. Один из них был целым. Его заберу в рюкзак. Стараюсь двигаться по зарослям. Нашел кусты папоротника. И зашел туда. Я услышал какой-то шорох. И прямо передо мной выбегает большой краб. Ему почти удалось скрыться в траве. Но с помощью гавайки я прижимаю его к земле. И в этот момент, в этой же траве, я замечаю просто огромнейшего краба. Раздвигаю траву и достаю этого монстра. Вот это джекпот. Один и второй, смотрите, совсем рядом. Сидели в траве. Ай, иди сюда, отпускай. Во-во-во-во. Второй краб до сих пор прижат моей гавайкой и сидит на месте. Смотрите, гавайкой прижал его. Сиди-сиди. Поэтому я претендую на то, чтобы забрать с одного места два больших краба. Все. Вот это да. Смотрите, какой монстр. Это очень большой краб. Вы только посмотрите на этого красавца. И здесь еще один сидит, смотрите. Один есть. Теперь нужно забрать и второго. Одной рукой это делать очень сложно. Крабы очень крепко держатся за траву. Но вскоре я его достал. И теперь вы только посмотрите. С одного места мне удалось поймать два огромных краба. С гавайкой это делать немного легче. Они не успели убежать в свои норы. Вот это удача. Я уверен, что с таких больших крабов будет очень вкусный бульон. И я понимаю, что я не зря тащил за собой целую кастрюлю. Складываю их в рюкзак и двигаюсь дальше. Внимательно всматриваясь под ноги. И с помощью гавайки поднимая листья и раздвигая траву перед собой. Я снова слышу шорох в траве. Я зашел в место, где были какие-то руины. Здесь была развалена какая-то кирпичная конструкция. И среди этих камней я обнаружил сразу три краба. Самого большого сразу фиксирую с помощью гавайки и беру в руки. Клешни у него очень сильные. Ему даже удалось отобрать мой наконечник из гавайки. А ну-ка отпусти и отправляйся в рюкзак к своим друзьям. А вот в траве, прямо рядом с норой, мне удалось перехватить еще одного просто гигантского краба. А вот эти вот визуальные спецэффекты создала моя камера. Так что не обижайтесь. Посмотрите на этого гиганта. Это самый большой краб со всех, что мне удавалось поймать. Он просто монстр. Это явно мой новый рекорд. Вы только посмотрите на размер его клешни в сравнении с моей рукой. Вот это да. Не зря я сегодня прихватил гавайку. В этот раз я его перехватил, и он не успел скрыться в свою нору. Я в шоке. Это не охота, это просто мечта. Как же давно я искал место, где мне удастся половить больших крабов. Вот это да. Я уверен, этой добычи мне хватит на завтра. Не зря я взял с собой кастрюлю. Пришло время возвращаться обратно в лагерь. С чувством выполненного долга я буду ложиться спать. Ночь была очень неспокойная. Гром и молнии не давали мне уснуть. Но за весь день я очень устал. И в итоге мне удалось уснуть. На утро могу сказать, что спалось тепло и уютно. А если лечь в гамаке немного по диагонали, то положение спины будет более ровным. Пришло время варить крабов. Но сначала для этого нужно развести костер. Соберу сухих листьев и небольших веток. Складываю все на кучу. Подготовлю труд и с помощью огнива и моего ножа разведу костер. Очень быстро и легко мне удалось это сделать. У нас есть огонь. Достаю кастрюлю и крабов. Крабы все живые и очень активные. Это значит, что моя еда максимально свежая. А теперь воду, которую я вчера набрал под водопадом, из бутылок нужно вылить в мой примитивный фильтр. Очистить ее предварительно. И только после этого варить в ней крабов. Фильтр работает очень просто и быстро. А как я его сделал, смотрите в прошлой серии. Ставлю кастрюлю на камни и в нее выливаю отфильтрованную воду. Закрываю крышкой и жду, пока она закипит. Для того, чтобы крабы были вкусные, я буду использовать ранее мною собранные травы. В первую очередь я возьму листья от приправы, которая у нас называется гвоздика. Это будет альтернативой лаврового листа. Вот такую вот небольшую веточку хорошенько разотру и положу в кастрюлю. Также отрежу пару кусочков от сушеного корнеплода имбиря. А также, чтобы мое блюдо было в стиле азиатской кухни, обязательно добавим немного лемонграсса. Очень ароматная трава. С помощью ножа немного отрежу, хорошенько разотру в руках и вкину кастрюлю. В будущем я хочу найти для себя небольшой чугунный котелок, в котором я смогу и жарить, и варить, и тушить свою добычу. Но пока такого нету, поэтому буду использовать эту алюминиевую кастрюлю. Ну и, конечно же, как же варить крабов без соли. И в этот раз я решил использовать свой резерв морской соли, которую я собственными руками примитивным методом добывал ранее. А кто не видел мою серию о том, как добывать соль из океанической воды, я советую вам посмотреть. Это очень интересный опыт и увлекательный процесс. В кипящей воде травы уже раскрывают свой запах и аромат. Я уверен, что крабы получатся очень вкусными. Пока я нахожусь недалеко от банановых пальм, хочу показать вам еще один метод, как можно добыть пресную воду из ствола банановой пальмы. Для этого мне понадобится небольшой фрагмент бамбука. Этот метод очень напоминает сбор березового сока. Просто в ствол банановой пальмы я вставляю фрагмент бамбука. И по небольшой ложбинке бамбука вода будет стекать в емкость. И для этого мне отлично пригодилась моя бамбуковая чашка. Бульон уже закипел и запах раздавался по всем джунглям. Пришло время подготовить крабов. Перед тем, как их готовить, их нужно усыпить. Потому что если сразу же варить живого краба, у него срабатывает рефлекс. И в горячей воде он откидывает все конечности. Да и вообще это как-то не сильно гуманно. Поэтому предварительно всех крабов я усыплю. Еще раз повторюсь, вся моя добыча это только самцы. Самочек с икрой я отпускал обратно на волю. После чего крабов нужно еще почистить. Хвосты убираются вместе с кишечником. Вода кипит полным ходом. Поэтому крабов можно погружать в бульон. Крабы очень большие. И моя добыча с трудом поместилась в кастрюлю. Крабы варить нужно минут 10. А для того, чтобы они хорошенько кипели, нужно подкинуть еще дров. Пока крабы варятся, я решил немного отдохнуть и восстановить свои силы. Локация моего лагеря была просто сказочная. Очень легкая и удобная. Вокруг меня были даже посажены зеленые ананасы. Но так как я их не сажал, рвать их я тоже не буду. Но мне в голову пришла очень интересная идея. Поскольку ананасы растут очень быстро, я возьму небольшой росток ананаса и в будущем посажу свой личный ананас. Выращу его и только после этого съем. Ох, друзья, очень жарко сегодня. Просто нереально жарко. Без костюма я здесь находиться не могу, потому что очень много москитов. Я уже жду, не дождусь, когда я доварю своих крабов, покушаю и спущусь к водопаду. И скупаюсь в пресной, в холодной воде. Просто нереально жарко. Видать, поэтому был ночью дождик. Еще минуток пять, я думаю, будут готовы. Пока я лежал на говмаке, вне в голову приходили разные мысли. Также я задумался о том, чтобы сделать свой личный небольшой огород, на котором посадить овощи и фрукты. Если вы поддерживаете эту идею, жмите палец вверх под этим видео. Крабы уже почти готовы. Нужно добавить сок лайма. Но в этот раз я не буду бросать туда кожуру. В прошлый раз она все испортила и придала горечь моему бульону. Поэтому просто в бульон выжимаю сок из плода. Если бы я только мог вам передать через камеру этот запах. Как же вкусно это все выглядит и пахнет. Да, уже почти готово. Еще пару минут и можно доставать. А пока что с помощью ножа добуду еще стаканчик сока из банановой пальмы. Просто вставляю лезвие и нажимаю его вниз. Для банановой пальмы это вреда не принесет. Она очень быстро восстанавливается. Сок из банановой пальмы на вкус очень напоминает сок из свежеотжатого огурца. Пока я добывал пресную воду, мои крабы сварились. Снимаю кастрюлю из костра. Ммм, как же это красиво! Достаю свою деревянную тарелку и выгружаю блюдо на нее. Эта тарелка сделана со ствола кокосовой пальмы. Вы только посмотрите на цвет и фактуру этого дерева. Хочу собрать себе целый набор посуды, с которой я смогу путешествовать и на ней готовить свою добычу. Вау! Вы только посмотрите на цвет этого краба! Как же аппетитно все это выглядит! Скажу честно, бульон получился не очень аппетитным. Крабов нужно было чистить изнутри. Но главной моей задачей было сварить крабов. А крабовый суп я приготовлю уже в следующих сериях. Ну что ж, моя мечта сбылась. Мне удалось найти локацию, где живут гигантские сухопутные крабы. Пришло время пробовать их на вкус. Начну с этой самой большой клешни. Мясо было соленым, сочным, нежным и насыщенным. Слегка чувствовался вкус и аромат трав, которые я добавил в этот бульон. В туловище краба тоже много мяса. В том месте, где крепятся его лапы. Поэтому середину выбрасывать не нужно. Небольшой пикантности добавлял корнеплод имбиря. Все было как раз в меру и в самый раз. Ну что ж, могу вам сказать, что это выживание было очень интересным и вкусным. Я провел 24 часа в тропических джунглях. И мне удалось раздобыть и еду, и воду. А как только это видео наберет 10 тысяч лайков, я опубликую продолжение в этом же стиле. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на мой канал и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»